Всем здравствуйте! Перед нами Култук. Местное время у нас... Чего не открываешься? О, местное время полдвенадцатого. Ну и все время я проходил Култук ночью. Вот первый раз за два года идем днем. Погода наипрекраснейшая. Все сухо. Асфальт сухой. На улице минус 2 градуса. Да, после Урала, конечно. Слева строится новая дорога. Вот. Все, что мы крутились. Будем по ней при Паримой проезжать. Култук вообще скоро будет. Так, быстренько переехали. Интересно, вторая часть, где сам Култук спускаться в деревню Култук. Там как будет выход, интересно. Вот такая же будет и новая дорога там на въезде. А старая вот шла вокруг той горы. Видите, все срублено там. Сейчас поближе подъедем. Слева поснимаем. Вот тут старая шла. Дорога. Вокруг горы. И туда уходила. Вот такой подъемчик тяжеленький. Погода радует вообще прям по красоте. А Урал стоит сейчас. Вон парни передают. Стоят, стоят, стоят. Потихоньку выскакивают. Представляю, какая там пробка. Какая красота открывается. Впереди поезда, железнодорожный мост. Чтоб году его ремонтировали. Чтоб году его ремонтировали. Открывается перед нами в линзу Култук и Байкал. Впереди еще один тещин язычок. О, оттуда приехали. А вот так нас встретила Читарь. Всем добрый день. Мы находимся в городе Читарь. Двигаемся из города Читарь. И у нас перегон в город Забайкальск. В Забайкальск я будем грузиться и поедем в город Читарь. Вот это я зарапортовался. И поедем в город Набережные Челны. Продолжаем ехать на Забайкальск. Осталось 250 километров. Петрище капец. Петрище капец. Как дунет, на стычку уносит. Встреча-то боковой такой. Вот я стою, потом кольцо вот здесь. Если на кольце повернуть направо, то вот она граница. Тут прям, блин, контейнер. Вон заправка и там он граница. Черт, контейнер мешает. Короче, там вот высотки, это уже Китай. Километр нам осталось до него. По дороге. А по прямой 500 метров. Вот такая прелесть у нас спереди. Этот что не разгоняется-то впереди, а? Криньцер, тюнька. Клана, тюнька. Криньцер. Пят ролик. Криньцер. 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 Продолжение следует... Нормально пока, пока идем нормально. Накуда я перестраиваться не буду, по центру пройдем. Какого хера чистить? Посыпать надо, они чистят, всякой херней занимаются. В Нижнеудинск заехал, чистый асфальт, не метели, ничего нет. Вот после Нижнеудинска такая вот беда. Опять 25. Ни хрена не вижу вообще. Вообще ничего не видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опа! Куда? Все. Вон даже голубое небо просвечивается. Вот наша погодка. Сибирская. Я уже не знаю, что теперь думать. Ну, в тайшике говорят, это... Кололед, там вся фигня. У нас нынче с Мерседесиком вообще вся зима такая. Я как в сентябре вышел, и вот уже февраль закончился, март начался, и все одна и та же погода. Так что, обращать внимание, скоро лето будет, солнышко светит, красота будет. Вот такая беда произошла с нашим коллегам на повороте. Кто-то желтый в него врезался. Так, вчера здесь было лед голимый. Я не поехал. По рации послушал парней. Местами, особенно на поворотах, прям лед голимый. Лучше, как говорится, поспать 3 часа и не ждать. С утра уже разбили. Правильно, вчера было минус 1, а сегодня уже минус 17. Когда большой мороз, снег, когда асфальт отходит, его махом разбивают. На Красноярске что-то случилось. Ну что случилось? Ну, варе случилось. Непонятно, что там произошло. Что-то колесо у одного снято, второй на варите стоит, третий тоже. Непонятненько, что такое. Коллега улетел-то как серьезно, а? Да фиг. Вот здесь он улетел. Там что, гаишники регулируют? Или вообще никого нету? Регулируют, регулируют. Там убирали с дороги сейчас. Там трактор заребал, ну, защищал дорогу. И сейчас ДПСники регулируют. Так, друзья, тут спереди произошла авария. Жесткая, простояли мы больше двух часов. Со смертельным исходом. Со смертельным исходом с Белоруссией погиб. Шел на Новосибирск, Беларусь. Спешка гонки. Машина прямо где-то разорвала. Все, двигатель в одной стороне валяется. Коробка с двигателем в одной стороне, кабина в другой, рев разорван с левой стороны, пиво по всей дороге валяется. Да, запах пива, конечно, стоит жестко. Слева надбинаюсь, у него тут все капец, и справа тоже вот, вольва красная. Серьезная жесткая авария, прям вообще кошмар. Всех развернула, перевернула, выкинула. Вот этот на красной вольве меня обгонял. Я прям хорошо помню, что он вот так вот прям. В общем, не торопитесь, коллеги, всех ждут дома.